Беларусь 4 Согнем пришлось бороться и в Гомеле. Инцидент произошел на улице 50 лет завода Гомсельмаш. В одной из девяти этажек горела квартира. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы были обнаружены и спасены хозяин квартиры пенсионер 1941 года рождения и его сын 1973 года рождения. Мужчины были переданы работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми госпитализировано медицинское учреждение. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении. Не менее горячей была обстановка в предвыходные и выходные дни на дорогах региона. Зарегистрировано 75 ДТП. Не обошлось без погибших и пострадавших. Так в Петриковском районе авария произошла на 247-м километре автодороги М8 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин. По предварительной версии 63-летняя женщина-водитель за рулем своего Volkswagen Golf не справилась с управлением. Выехала на полосу встречного движения, где совершилось столкновение. В результате происшествия женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится проверка. Трагедии едва не случилось на пересечении улиц Первомайская Борташова в Жлобине. Там под колесом москвича попал трехлетний мальчик. На дороге ребенок оказался внезапно. Он гулял с мамой, вырвался и выбежал на перекресток. В результате наезда мальчик с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.